Город Героев СГУ это человек, такой человек мечта, человек идеи, генератор всего нового и современного, который хочет сделать прежде всего, наверное, чуть-чуть лучше этот мир и научить современную молодежь любить знания, привить им тягу к науке. Елена Ревзина, заместитель заведующего базовой кафедры инноватики, доцент, кандидат физико-математических наук. В 2007 году окончила с отличием факультет нано- и биомедицинских технологий СГУ. По специальности микроэлектроника и твердотельная электроника. Неоднократный участник и организатор интернациональных научных конференций. В 2015 году стала победителем конкурса лучший молодой преподаватель России. Прежде всего я не только преподаватель, я еще жена и мама, поэтому утро у меня достаточно динамичное. Оно начинается с подъема, с собирания всех на работу, в школу и, соответственно, пробежки до мест учебы ребенка. В любую погоду Елена Ревзина спешит на свою любимую работу. Несмотря на свою молодость, Елена уже кандидат физико-математических наук. Любовь к физике у нее проявилась еще в детстве, и ни разу она не пожалела о выборе своей профессии. Я заканчивала знаменитую 13-ю школу, ныне физико-технический лицей, поэтому проблема выбора для меня не стояла. Я всегда знала, что я пойду учиться на физический факультет. То есть поступала я на физический факультет, когда мы учились на третьем курсе, несколько кафедр отделилась и уже образовала новый факультет нано- и биомедицинских технологий. Заканчивала я уже его. У нас очень многогранная все-таки профессия. Всегда очень много интересного. Это сочетает как и науку, и преподавание, изучение чего-то нового. Весь рабочий день у Елены сегодня расписан по часам. Она подготовила увлекательный семинар для своих студентов, который пройдет в три этапа. Затем она с группой четверокурсников отправится на экскурсию по предприятию «Нефтимаш Сапкон». А вечером после работы Елена переключится на свою другую должность мамы. И посвятит остаток дня своему сыну. Прежде чем мы с вами погрузимся в интересный и увлекательный мир трехмерной графики, мы попробуем создать с вами основу 3D-моделирования трехмерную ячейку. То есть куб. Соответственно, нам нужно будет сделать 12 граней. Листочек. Взяли листочек. Вот давайте на группы разобьемся. У нас будет вот раз группа, два группа, три группы. Три группы. Каждая группа у нас должна сделать по два кубика. Трехмерная ячейка. Елена готовит на своих курсах будущих инженеров, которые должны будут создавать новые технологии. Поэтому на занятиях старается развивать их креативность. Вот, например, первый этап ее семинара студенты должны склеить трехмерный куб. И, казалось бы, такой детский способ, как склеивание кубиков из цветной бумаги, на самом деле помогает развить у ребят пространственное мышление. К сожалению, сейчас в школьной программе отсутствует обязательный предмет такой, как черчение. И студенты приходят неподготовленные. То есть у них нет навыков вот этих вот инженерных. Они не могут зачастую многие фигуры представить в объем. И прежде чем они научатся создавать уже непосредственные детали, какие-то сложные элементы производства, им надо просто научиться представлять в объеме, научиться что-то делать руками, чтобы у них появились вот эти навыки пространственного моделирования. Благодаря своему нестандартному подходу к преподаванию, Елена Ревзина в этом году принимала участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодой преподаватель России», в котором стала победителем. Она представляла Саратовский университет с инновационным педагогическим проектом «Знание технологии. Личность производства». Конкурс состоял из нескольких этапов. И уже 35 финалистов непосредственно в Москве представляли свои инновационные методы в обучении студентов. Мой метод назывался проектный личностно-ориентированный метод «Знание технологии. Личность производства». И там я представляла как раз полную цепочку практических занятий, которые я провожу со студентами, начиная, собственно, от знакомства с инженерной и компьютерной графикой и заканчивая уже непосредственным их производственной практикой на машиностроительных предприятиях. Особенность программы в том, что у нас идет непрерывный курс обучения, начиная от АЗО и заканчивая внедрением в производство. То есть программа, в принципе, рассчитана, она идет от первого курса до магистратуры. Елена Всеславовна замечательный преподаватель. Она здорово объясняет материал, а практики у нее вообще замечательные. Трехмерные кубы склеены, пора переходить к компьютерной графике. Елена следит за тем, чтобы у студентов получилось смоделировать будущие детали на компьютере, которые потом будут выведены через 3D-принтер. В подобных программах работают уже состоявшиеся инженеры-технологи на предприятиях. Такое компьютерное обеспечение широко применяется при создании устройств нового поколения, приборов и механизмов повышенной сложности, используемых в радиотехнике, оптике, машиностроении, приборостроении, химии и биомедицине. А для студентов это бесценная практика. Здравствуйте. В этом кабинете находится святая святых факультета нано- и биомедицинских технологий 3D-принтер. С его помощью студенты могут воочию увидеть плоды своих виртуальных трудов. Сотрудники этой лаборатории помогут нам реализовать на 3D-принтере все то, что мы с вами прошли на уроках инженерной компьютерной графики. То есть вы все получили чертежи у нас сложной сборной фигуры. Сейчас мы надеемся, что нам помогут с ее реализацией. Применение трехмерной печати – это серьезная альтернатива традиционным методам прототипирования и мелкосерийному производству. В основу работы 3D-принтера заложен принцип послойного создания твердой модели, которая как бы выращивается из определенного материала. Преимущество 3D-печати перед привычными ручными способами построения моделей – высокая скорость, простота и относительно небольшая стоимость. Например, для создания 3D-модели или какой-либо детали вручную может понадобиться довольно много времени – от нескольких дней до нескольких месяцев, так как сюда входит не только сам процесс изготовления, но и предварительные работы, чертежи и схемы будущего изделия, которые все равно не дают полного видения окончательного результата. 3D-технологии позволяют полностью исключить ручной труд и необходимо сделать чертежи и расчеты на бумаге, ведь программа позволяет увидеть модели во всех ракурсах уже на экране. У нас сейчас реализуется целый комплекс занятий. Оно начинается от основ инженерной и компьютерной графики, от основ черчения, потом мы плавно переходим к трехмерному моделированию, когда сами студенты непосредственно на компьютере реализуют то, что они узнали в практике, и потом мы переходим уже на 3D-принтер, когда они сами могут, так скажем, почувствовать, своими руками потрогать то, что они нарисовали, начертили. В дальнейшем у нас есть производственная практика на промышленных предприятиях, то есть они уже могут посмотреть, как знания, которые они приобрели, реализовываются в производстве, на каких станках это все может изготавливаться, как их модель, то есть у нас бывают такие случаи, когда модель, которую изначально студенты создали, которую они начертили, мы ее делаем на 3D-принтере для начала, а потом мы идем уже в производство, и они могут реально увидеть, так скажем, реализацию своих трудов. Семинар закончился. У Елены есть время заняться другими делами. Например, проверить макет будущего выпуска журнала «Известия СГУ». Ведь Елена Ревзина является ответственным секретарем университетского издания. В Саратском государственном университете выпускается целая серия журналов, посвященных различным отраслям наук. Одной из серий является серия «Физика». Журнальный представляет результаты своих научных разработок как преподавателей Саратского университета, так и молодые ученые, студенты и аспиранты. Я могу сказать, что этот журнал важен не только для нашего факультета, этот журнал важен для всего университета. Потому что у нас, в принципе, три факультета, которые связаны с физикой. Это факультет нано-биомедицинских технологий, физический факультет и факультет нелинейных процессов. И все сотрудники непосредственно могут публиковать свои результаты. Также этот журнал является ВАКовским, что очень важно для молодых ученых, которые готовятся представить к защите результаты своего диссертационного исследования. Потому что наличие ВАКовских публикаций является обязательным условием для присуждения степени кандидата в науку. Елена Ревзина и сама неоднократно печаталась в этом журнале. Ее послужной список не ограничивается преподаванием. Она также вносит огромный вклад в науку. Елена – многократный победитель международных грантов. Среди ее научных интересов – изучение компьютерного моделирования процессов в биотканях, биологическая и медицинская физика, оптика биотканей и многое другое. Ну, естественно, что любой преподаватель, любой преподаватель, он должен быть одновременно и отвечен. Потому что, в общем-то, эти два момента, они, как мне кажется, они между собой неразрывно связаны. Потому что на хорошем качественном уровне вести занятие может только преподаватель, который активно занимается научной деятельностью. Елену Теславовну я знаю не так, чтобы уж очень давно, но порядка, наверное, 10 лет. Хотя это, наверное, достаточно много. А мне известна ее научная работа, ее педагогическая работа. Она достаточно активно занимается социокультурной поддержкой студентов. Она у нас замдекана по науке, ответственная по науке факультета нано-биомедицинских технологий. Ну, она, я могу сказать так, она наша сегодня и наша оптимистичная завтра. Также Елена Ревзина является ответственной за научную работу факультета нано- и биомедицинских технологий СГУ. Она координирует подготовку аспирантов и докторантов на этом факультете. Елена очень мобильный человек, которая способна в кратчайшие сроки решать поставленные перед ней задачи. На данный момент она является научным руководителем аспиранта из Ирака, который готовит диссертацию на стыке двух специальностей по биофизике и биохимии. Также у Елены есть опыт выезда на международные конференции, на которые она выезжает также с аспирантами, которые обучаются в нашем университете. В прошлом году она выезжала с аспирантом в Бельгию. Этот аспирант является гражданином Египта. Что касается образовательных технологий, то Елена Стиславовна применяет в своей работе передовые образовательные технологии. Это очень ответственный, целеустремленный человек, который любит свою работу. Во многом благодаря ее работе, ее усилиям в кратчайшие сроки на факультете нано- и биомедицинских технологий были разработаны три образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализующиеся в соответствии с образовательными стандартами. Она отвечает за прием на данном факультете в аспирантуру и контролирует аспирантов весь процесс их обучения. Сегодня героиня нашей передачи Елена Ревзина, заместитель заведующего базовой кафедры инноватики, доцент, кандидат физико-математических наук. В 2015 году Елена стала победителем конкурса «Лучший молодой преподаватель России». И специально для нашей передачи она провела спецсеминар со своими студентами, рассказала о принципах современного преподавания. Впереди нас ждет экскурсия по промышленному предприятию, а после Елена поделится с нами секретами воспитания маленького сына. Организация экскурсий по промышленным заводам тоже одна из методик преподавания Елены Ревзиной. Саратовский государственный университет тесно взаимодействует с предприятием «Нефтемаш Сапкон». Оно является одним из старейших предприятий Саратовской области. Основали его в 1926 году. Свою работу завод не прекращал даже во время Великой Отечественной войны. Бесперебойно изготавливал гражданскую и военную продукцию. Сейчас же «Нефтемаш Сапкон» является современным машиностроительным предприятием, специализирующимся в области проектирования, производства и поставки технологического оборудования, предприятием топливно-энергетического комплекса, нефтехимии, черной и цветной металлургии. Кстати, самую экскурсию проводит супруг Еленой Борис. Он тоже учился в СГУ и является отличным примером того, как предложенным желанием можно достичь высоких результатов, работая на предприятии. Сейчас профессия инженера, она стала такой же актуальной и востребованной, как это было, наверное, в советское время. Как бы в 90-е годы, к сожалению, имидж профессии был утрачен, но сейчас он чрезвычайно высок, специалисты эти очень ценны, потому что, по сути, то, что мы сейчас говорим об инновациях, об импортозамещении, только за счет, в общем-то, инженерной мысли, ну, конечно, в сочетании с производственным потенциалом, можно добиться успехов и конкурентоспособности на рынке. Это касается абсолютно любой промышленности. Для студентов это не просто прогулка по работающим цехам предприятия, а возможность лично ознакомиться с универсальным оборудованием, на котором им в дальнейшем, возможно, придется работать. Нам хотелось бы, чтобы после их выпуска они в самое ближайшее время, все их идеи, все то, чему мы их научили, чтобы это воплотилось в жизнь, чтобы они освоили свою инженерную профессию. Как говорится, инженеры – это творец будущего, чтобы они научились творить вот, собственно, вот такие вот приборы, какие-то элементы, чтобы они облегчали жизнь в дальнейшем человеку. Потому что то, что ты учишь на лекциях, это несколько абстрактно. И зачастую даже не понимаешь, зачем тебе все это рассказывается и как вот это применить в жизнь. А когда человек видит, что это не просто так, что на самом деле это нужно, что это приносит и пользу, и приносит и доход определенный, и общается с людьми, это, конечно, больше его заинтересовывает, и они проявляют больше потом рвения даже в учебе, в освоении каких-то теоретических знаний. Каких бы успехов не добивалась женщина в профессии, о ней со стороны все равно принято судить по реализации в семье. С этим у нашей героини все хорошо. Елена правильно расставила приоритеты, и, несмотря на огромный объем работы, с сыном в дружеских отношениях. Потому что, как только заканчивается ее рабочий день, она забывает о преподавании и науке, посвящая себя всецело своему ребенку. Каждую свою свободную минуту я стремлюсь посвящать семье и, конечно, моему любимому сыну. Мы проводим вместе все выходные, обязательно отпуск, только с ним и никогда без него. Конечно, Елене часто приходится уезжать на конференции или стажировки в другие города и страны. Но и здесь она нашла выход – просто берет сына с собой, тем самым приобщая его к науке. Иван этому совершенно не противится и в будущем мечтает стать астрономом. К науке мы его приобщаем. Первый раз, по-моему, в два с половиной года мы вместе ездили на стажировку в университет Макса Планка в Германию. То есть он был со мной все время. То есть я старалась ходить на лекции, в лаборатории. И вот в перерывах как-то вот он там сидел, что-то пытался рисовать, слушать. Он был в университете Гента в Бельгии, он был в Анкарском университете. Ну и сейчас, конечно, школа, сейчас уже сложнее его куда-то возить. Но тем не менее, если у меня какие-то длительные поездки, я стараюсь их планировать в каникулы, чтобы с ним не разлучаться, не расставаться. И буквально вот на следующей неделе мы уезжаем в Италию, в Национальную академию наук Италии. Я еду на стажировку, он едет, ну, немножко просвещаться и приобщаться к науке. Вообще очень мне нравится смотреть на звезды, изучать всякие планеты, вот смотреть, у меня книжка есть даже, вот, про астрономию. Я там иногда смотрю, читаю что-то, вот. Но я уже на самом деле все прочитала, поэтому читаю обычно заново, когда мне хочется. Свой взгляд на образование она смогла реализовать и в воспитании ребенка. Вы знаете, все-таки важно, чтобы он был самостоятельным человеком, не смотрел никогда на окружающих, а основывался на своем собственном мнении, на тех жизненных принципах каких-то, которые считают основополагающими. Елена смогла добиться успеха в своей профессии, стала заботливой мамой и женой. Благодаря ежедневной работе над самой собой, она является преподавателем с большой буквы. Ее уважают коллеги и любят студенты. А это, наверное, главная награда для каждого преподавателя. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, главным достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещей традиции, которые нынешней жизни подстать. Преподавателям нужно будет родиться. И только после этого стать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова